Быстрый отрыв и Кионте Джонсон вколачивает алюб в кольцо индейцев. 11-3 и тайм-аут Флориды Стейт. Яркий быстрый отрыв и фирменный алюб главной звезды Флориды. Празднование отличного начала матча с партнерами по команде. Тайм-аут, потеря сознания и кома. Привет всем, вы на канале The Basketball, и сегодня мы поговорим про судьбу Кионте Джонсона, потенциального игрока NBA и одного из самых ярких игроков студенческой лиги этого сезона. Начинаем. Четырехзвездный школьник с ростом почти 2 метра и размахом рук 210 сантиметров из городка Нортфолт, штат Вирджиния, Кионте Джонсон в 2018 году имел 68-й посев в списке самых перспективных школьников Америки в своем возрасте. После завершения академии Oak Hill он делает один из самых важных выборов в своей жизни. На парня из Вирджинии претендует сразу несколько крутых университетских программ Connecticut, Georgia Tech, Wake Forest и многие другие, но он выбирает Florida Gators и тренера Майкла Уайта, который пообещал, что Кионте под его руководством обязательно попадет в NBA. Это стало определяющим. NBA это была его главная цель и мечта. С раннего детства все отмечали его невероятный атлетизм, который не только дает ему преимущество при обыгрышах в проходах и завершении, но и позволяет уверенно чувствовать себя на подборе и защищаться сразу против нескольких позиций. Он всегда был универсалом на обеих сторонах площадки. А вы видели его прыжок? По официальным данным он равен 41 дюйму или 1 метру 4 сантиметрам. Джонсон выступает на позиции легкого форварда в современном баскетболе Винга, но за счет разносторонности легко закрывает три позиции. Также Кионте отлично чувствует партнеров и у него есть задатки распасовщика. При этом у аналитиков вызывал опасения его бросок, у него был не лучший процент со штрафных и из-за дуги, а также не самый богатый арсенал обыгрышей на дриблинге. Но заложенный потенциал в игроке, работоспособность и отлаженная программа Флориды и тренера Уайта выглядели многообещающе. Так оно и получилось. Пусть и не сразу, но с первого же сезона парень доказал, что готов приносить пользу на площадке. Да, он был игроком ротации и не был первой опции в атаке, но никто от него и не требовал всего и сразу. 20 выходов в старте из 36 матчей сезона 2018-2019, 8 очков плюс 6 подборов за 23 минуты в среднем по сезону и бросковая линия 47-36-64 со средней трехочковой и штрафной линией соответственно. Второй же сезон стал прорывным для легкого форварда аллигаторов. Опытные игроки закончили обучение в университете, тренер Уайт стал перестраивать игру, а сам Кионте и провел большую работу и в первую очередь над броском. В свой второй сезон он стал настоящим лидером команды. Все матчи в старте, третий из которых он закончил с дабл-даблами на счету. Джонсон стал лидером команды по совершенным атакам и проценту заигрывания, а также по проведенному времени на площадке и очкам. Прерванный из-за пандемии сезона 2019-2020, форвард закончил с 14 очками, семью подборами и улучшением процента со всех дистанций. Также Кионте Джонсон был выбран в первую символическую пятерку юго-восточного дивизиона NCAA. После завершения сезона Кионте рассматривал возможность участия в драфте NBA 2020 года. Он котировался в начале второго раунда, что не устроило игрока, и он решил вернуться в колледж, чтобы провести еще один сезон и доказать, что он достоин большего. «Я не могу дождаться, чтобы вернуться и снова сыграть со своими братьями в следующем сезоне. У нас есть незаконченные дела, и Гейтерс будут готовы к работе», написал Джонсон в Твиттере в апреле, когда он объявил о своем решении вернуться во Флориду на еще один сезон. «Я рад, что буду продолжать расти на корте и за его пределами с тренером Уайтом и нашим тренерским штабом, и продолжу играть перед семьей аллигаторов». Игрок провел выдающийся в межсезонье, был предварительно назван игроком года в своей конференции и включен в лист претендентов на премию Джулиуса Ирвинга. Кионте Джонсон удачно стартовал в чемпионате. В первых трех играх в Флориде в новом сезоне Джонсон лидировал по результативности, почти 20 очков за игру и 6 подборов, а команда выдала на старте три уверенные победы подряд. Это должен был быть его главный сезон в карьере. Но в субботнее флоридское дерби, Джонсон забивает Алю в быстром отрыве, на его счету 5 очков из 11 командных. Тайм-аут. И после выхода на площадку он теряет сознание и ударяется лицом о паркет. Игроки кричат в сторону боковой линии, прося о помощи медицинского штаба. Медики оказывают ему первую помощь, и игрока на носилках отправляют в госпиталь. На глазах у партнеров Кеа слезы. Коуч Уайт собирает вокруг себя парней для того, чтобы помолиться, пока их лидер борется за свою жизнь. Майк Уайт, посовещавшись с игроками, принял решение доиграть матч. Но после этого аллигаторы уже не были прежними. Флорида была впереди 11-3 после Данка Джонсона. Но оставшись без лидера, аллигаторы проиграли матч 83-71. Тренер Флориды Стейт Гамильтон, который не видел падения Джонсона, сказал, что некоторые из его игроков плакали, и он сомневался, смогут ли они быть эффективными в игре. Мы все надеемся и молимся, чтобы он был в порядке. Если это затронуло наших игроков эмоционально, я могу представить, какая была ситуация с его товарищами по команде. Сразу после игры тренер Уайт отменил пресс-конференцию и направился в больницу к своему игроку, по дороге написав твит. Пожалуйста, продолжайте молиться за Кионте и его семью. Мы все его любим. Также в соцсетях молодого баскетболиста поддержали его знаменитые коллеги Трей Янг, Табарис Харрис, Эрвин Гудвин и другие игроки NBA. Что с Джонсоном? После падения Джонсон два дня находился в критическом состоянии. Врачи ввели его в искусственную кому. Но позже родители спортсмена опровергли данные сообщения. А уже в среду стало известно, что игрок пришел в себя, самостоятельно дышит и даже пообщался с командой по фейстайм. У Джонсона никогда не было проблем со здоровьем. В данный момент игрок проходит всевозможные тесты, чтобы выяснить, что произошло в тот день и угрожает ли ему что-то в будущем. Во многих источниках всерьез обсуждается тема ковида и влияние заболевания на здоровье спортсмена. Летом Кионт и еще несколько баскетболистов, по информации СМИ, переболели тем самым вирусом, и на фоне болезни у форварда мог произойти миокардит, что и могло стать причиной потери сознания и падения баскетболиста. В истории первого дивизиона NCAA уже был похожий случай. Тренер Кентуки Джон Калипарри во время обсуждения ситуации Джонсона рассказал, как звезда лиги Маркус Кэмби упал перед игрой в январе 1996 года против Сент Бонавентуры. Они так и не узнали, что это было. После его возвращения я переживал каждую секунду. Если он падал, мой живот оказывался в горле. Но по итогу он провел хороший год, и в последующем у него были классные 17 сезонов в главной лиге мира. Надеюсь, история Кионта и Джонсона будет схожей с эксцентровым NBA Маркусом Кэмби. Мы все надеемся, что он вернется на площадку и осуществит свою главную мечту – NBA. Не забудь поставить лайк этому ролику, подписаться на канал и нажать на колокольчик. До скорой встречи, бойлеры! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok